Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вновь вас на моем канале. Сегодня у нас с вами будут вкуснейшие манты. Здесь у нас соевый соус, кусочек торта и вот такой вот огромный йогурт от Danone с клубникой. Я люблю йогурты, почему нет? Все самое любимое обязательно у меня на столе и давайте приступим. И чай у нас, кстати, будем запивать чаем. Я специально, знаете, такой неплотный у меня обед, так можно сказать, потому что буквально через час где-то приедет моя подписчица. Я зовут Нурая и мы будем снимать совместные видео. Кто подписан на инстаграм, те уже, наверное, давно про нее увидели и узнали. Ребят, частенько мне опять начали отправлять видео девчонки, которые также хотят участвовать в мукбанке с подписчицей. Это те девочки, которые не подписаны на мой инстаграм, которые просто увидели спустя, не знаю, несколько дней видео на ютуб канале. Мне бы хотелось, чтобы ко мне пришла сниматься видео именно девочка, которая меня смотрит, которая меня любит, а не какая-то мимо проходящая, понимаете? Если человек не видел эту историю, значит, она не подписана на мой инстаграм. А если она не подписана, значит, не настолько меня любит, так скажем, не настолько следит за мной. Уже, к сожалению, ваши вопросы, ваши запросы в видео, они остаются без ответов. Потому что, во-первых, мы уже выбрали девочку, во-вторых, уже все это прошло, как бы, и продолжают отправлять и отправлять. Закатала огромный сайт с роллами. Там почти 100 штук. Просто вкуснейшие роллы. Я прям кайфую. Давайте немного поотвечаем на вопросы. Айка, как бабушка отнеслась к увеличению губ? Что она сказала и встроила ли она скандал? Я делала губы два раза и оба раза я не скрывала. Мне некоторые пишут там в комментариях, что Айка опять сделала губы. Если это было бы так, зачем мне от вас скрывать? Я изначально вам рассказала про это. То есть, если бы я хотела бы скрыть, я изначально бы скрыла. В чем проблема? Подколола еще чуть-чуть, сказала бы. То есть, ваши обвинения, они необоснованные, к сожалению. Что касается бабушки, она даже не заметила. Вообще, иногда даже я крашу волосы, например, и она не замечает, что что-то поменялось. В последнее время я крашу чуть темнее. То есть, у меня волосы выгорают, а они становятся рыжие. Мне совершенно не нравится вот этот рыжий отлив. Я вообще в детстве была прям рыжая, как апельсин. И даже соседи прикалывались, что мама брюнетка, папа брюнет. Почему ребенок рыжий, непонятно. У меня прям этого пигмента очень много в волосах. И в результате этого чуть выгорают волосы, чуть что происходит, все. У меня уже рыжие волосы. Поэтому иногда раз, наверное, где-то в 4-5 месяцев я крашу волосы. По всей линии. Иногда только кончики. Потому что выгорают именно они. Я помню, у меня однажды подруга просто в один день решила, что она хочет стать блондинкой. А она была вот такая вот черная. Прям черные-черные волосы. И все, она поставила перед собой цель. Решила в салон не идти. Все это сделать сама. Это мне помогало. Суть в том, что мы не ожидали такого результата. Может, кто знает, знаете, в таких упаковках была белая хна. И мы один раз нанесли с фольгой. Завернули. Она стала прям красно-красно-рыжая. Потом через час еще раз. Она стала такая, знаете, как цыпленок. Вот. И, к сожалению, очень сильно испортили ей волосы. Вот этим нашим экспериментом. И сказать, что мы прям сэкономили, я не могу. Потому что столько мы красок купили в тот день. И в конце то, что мы хотели, не получилось. А все, почему? Она позвонила в салон. В салоне ей сказали, что это будет стоить, во-первых, очень дорого. Во-вторых, одним разом добиться такого цвета не получится. Это надо один раз стать рыжим, потом проходить рыжий там две недели, потом еще раз перекраситься. И это конкретно обходилось в кругленькую сумму. Поэтому мы такие самые умные решили, что можно это все сделать дома. И, ребят, никогда не ставьте эксперименты над собой. Тем более такие. Просто, когда последний раз мы смывали краску, я просто испугалась. У меня было такое ощущение, что она сейчас останется лысой. Меняться хорошо, но лучше в руках профессионалу. Либо вообще не меняться. Бабушке жутко не нравится, когда я крашу тени. Она говорит, что это смотрится ужасно. Это смотрится, как будто у тебя глаза больные. Очень некрасиво. Особенно, если это смойки. Которые я делаю крайне редко. Там на какие-то мероприятия, день рождения. И то у них прям, знаете, черные тени. Я всегда бабушка. Иди смой. Иди смой. Ты ужасно выглядишь. Лесницы. Накладные все дела. Мне по факту это очень все нравится. Я, кстати, решила лесницы не наращивать. Хотя бы какое-то время. Я смотрю на других девчонках лесницы. Смотрится обалденно. Смотрю на себя. Мне кажется, очень сильно утяжеляет взгляд. Например, на Жоли. Лесницы мне очень нравятся. На ней смотрятся прям супер. На мне дело тут не в мастере. Возможно, я как-то устаю от ресниц. Или, возможно, действительно они немного утяжеляют мне взгляд. Например, ногти без перебоя делаю. И все офигенно. Но что касается ресниц, мне кажется, время от времени глаза должны отдыхать от всего этого. Хотя это очень удобно. Ты проснулась. Ты такая красотка. Следующий вопрос. Айка, расскажи, пожалуйста, про похудение. Как быстро ты похудела? И трудно ли было? Что ты делала? Какие продукты употребляла? И занималась ли спортом? Насчет спорта я вам говорила. Я занималась Жоли спортом. Я ела все, что я хочу. Изначально мне нужно было похудеть всего на 4 килограмма. Поэтому это как бы не было сделать сложно в течение, там, не знаю, месяца. Поэтому я могла себе позволить есть то, что я хочу. Но в 4 я уже закруглялась. В 4 в 5 сняла последний мукбанг максимум 6 и все. Потом занималась спортом. Мне кажется, самый худший способ худеть это просто лежать на диване и голодать. То, что вы наели, вы должны сжечь эти калории. онлайн-занятие это прям топ. Сейчас карантин и все дела. Сидишь дома, занимаешься, тебе кидают питание. Хотя я не придерживалась питания, которое мне кидали. Чай с огурцом очень вкусно. Мне просто кажется, самое главное взять себя в руки. Вот сказать все. Я так больше не хочу. Так больше не будет. Я похудею. Не то, что я сегодня худею, завтра я думаю, ой да, начну с понедельника. Вот если вы подходите к этому именно так, то навряд ли что-то получится. В общем, на этом все, мои хорошие. Я наелась специально, не объедаюсь, потому что приедет Нурай и мы должны вместе с ней снять видео. Так что обязательно ждите. Всех люблю, целую. С вами была Кемили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok